Привет! Оптимизация сайтов это точно такой же очень важный навык, как и собственно создание этих сайтов. Ведь большинство пользователей сидят далеко не с топовых ноутбуков или телефонов. Именно сегодня мы поговорим о том, как можно оптимизировать ваше приложение, не прикладывая каких-то особых усилий. Сегодня мы не будем говорить о том, что ваше приложение можно переписать с одной технологии на другую, либо подойти к бэкэндерам и заставить переписать их все приложение, чтобы у них данные давались намного быстрее. Сегодня мы поговорим о том, что вы можете внедрить буквально за пару дней, чтобы улучшить производительность вашего сайта. Ну и поговорим мы как о базовых вещах, которые вы в принципе должны знать, это база, вы должны это использовать в своей разработке повсеместно. Так и поговорим о тех вещах, которые вы можете попробовать внедрить на вашем проекте. И давайте договоримся, если вы узнали что-то новое, то поставьте лайк. Если нет, то напишите в комментариях, что вы все знали, а я отвечу вам, что вы красавчик. Вводных слов, думаю, достаточно, пойдемте все это дело скорее изучать. Пункт первый. JPEG вам не друг. Я думаю, из этого пункта понятно, что использовать расширения такие, как JPEG, PNG не стоит. Для этого есть формат WP, который поддерживается уже практически везде. Мы можем зайти на KNAUSE и посмотреть, что WP-формат поддерживается во всех браузерах, ну кроме интернет-эксплорера, но кто его сейчас использует. И давайте наглядно посмотрим, насколько сильно будут отличаться картинки. Одна у нас с расширением JPEG, вторая WP, и мы видим, что разница почти в два раза. У меня также есть и PNG-картиночка, и здесь мы можем заметить, что разница практически в 12 раз. То есть все, что можно, все картиночки, пожалуйста, конвертируйте в WP. Ну и разумеется, помимо того, что мы переконвертировали картинку в WP, мы ее точно так же можем сжать. Находим просто любой компрессор, пишем «сжать WP», абсолютно любой сайт. Перекидываем туда нашу картиночку, и давайте посмотрим на результат. Скорее всего, YouTube как-то пережал мое видео, и вы сейчас не сильно заметите разницу, но даже я сейчас не вижу никакой разницы. То есть картинки прям максимально идентичны. И если мы посмотрим на финальный размер, который у нас вышел, то мы увидим, что у нас было 68 кБ, а стало просто 8. Изначально вообще было 160 с чем-то. Поэтому, помимо того, что вы переконвертировали картинку, ее так же надо сжать. Второй пункт. Используйте лоти анимации. Если у вас на сайте есть анимация какая-нибудь простенькая, вы сделали это через видео, либо через GIF, то это фатальная ошибка. Для таких случаев стоит использовать лоти анимации. Скорее всего, ваш дизайнер знает, что это такое, поэтому скажите ему о том, чтобы он переконвертировал анимацию в такой формат. Данная анимация выглядит примерно следующим образом. У нас на выходе просто получается какой-то JSON файлик, и здесь описано, как эта анимация воспроизводится. К сожалению, запустить прямо с ходу в браузере такую анимацию не получится. Придется воспользоваться какой-нибудь библиотечкой. Ну, их на самом деле очень много. Вы можете написать React Loti, либо просто Loti Animation, JS, что-нибудь такое. Я нашел данный вариант для чистого JavaScript, то есть есть какой-то скрипт на сиденье. Ссылочку на исходный код я оставлю, вы сможете там найти ссылку на данный скрипт. То есть подключаете ее просто в заголовок. Дальше инициализируете анимацию, создаете контейнер, где эта анимация будет воспроизводиться. И в целом все, у вас есть Loti анимация. Давайте посмотрим, как она у нас выглядит. Данная анимация выглядит примерно следующим образом. Мы видим, что это просто какое-то векторное изображение, но теперь давайте сравним это с GIF, что у нас было и что у нас получилось. Если мы посмотрим, то GIF анимация у нас весила 280 килобайт, ну а обычный JSON файлик с Loti анимацией всего лишь 40. Я думаю, что разница очевидна, поэтому если у вас есть простая анимация, то используйте, пожалуйста, Loti. Пункт третий. О шрифтах тоже подумай. Здесь все просто. Есть легковесные варианты шрифтов, есть тяжеловесные. В нашем случае для веба нам нужно использовать шрифт с расширением точка WoW 2. Выглядит этот шрифт примерно вот так. Если мы посмотрим на два одинаковых шрифта, но с разным расширением, то мы точно так же видим, что их вес отличается практически в три раза. Поэтому если у вас есть шрифт, у меня вот был TTF, я просто его переконвертировал в WoW 2. Он выглядит точно так же, но опять же, мы выиграли по весу очень сильно. Также следует помнить, что в Chrome DevTools есть отличная вкладка, которая называется CSS Overview. Она находится вот тут, в More Tools и в разделе экспериментальных. Мы можем зайти к нам на сайт, нажать Capture Overview. И здесь, в самом низу, мы увидим список шрифтов, которые используются на нашем сайте. Здесь эта вкладочка полезна тем, что мы можем просмотреть, а не используем ли мы какой-то шрифт один или два раза. Ну, например, представим, что вот этот шрифт был бы какой-нибудь сторонний, мы бы его откуда-то скачивали. И используется он у нас на сайте всего лишь три раза. И, допустим, этот шрифт весит условно 50 килобайт. Здесь следует подумать о том, а нужен ли нам действительно этот шрифт, и если мы заменим его на тот, который у нас уже скачан, который у нас используется чаще. Если мы его заменим, будет ли какая-то сильно заметная разница. И если разницы никакой нет, то от этого шрифта можно в целом отказаться. В общем, если шрифт используется редко, то лучше от него избавиться. Пункт четвертый. SVG это тоже картинки. Мы уже с вами обсуждали, что картинки можно и нужно сжимать. Точно такое же правило распространяется и на вашей SVG иконке. Мы их можем очень хорошо сжать при помощи разных компрессоров. Точно так же заходите в Google, пишите «сжать SVG», просто любая первая ссылка. У меня есть простенькая картиночка андроида. Если мы посмотрим, то изначальный вариант весил 4 килобайта, ну а когда я ее сжал, уже получилось 2. Вы скажете, что разница совсем незаметна, а я вам отвечу, что в приложении очень часто бывает не одна, а 50 или 100 иконок, если это большое приложение. И вот если мы каждую иконочку сожмем на 2 килобайта и у нас 100 иконок, то получается, что мы сэкономили целых 200 килобайта, а это уже серьезный размерчик. Поэтому точно так же не ленитесь и сжимайте SVG файлики. Ну или если вам лень, то вы можете настроить простенький скрипт, который это сделает за вас. Есть замечательная библиотека SVG. Тут вы пишете простенький конфиг, указываете, где лежат ваши SVG файлы, как их сжимать, и просто нажимаете одну кнопку, и у вас все автоматизируется. Лично у меня на работе конфиг выглядит примерно так. К сожалению, я не могу показывать, как он действительно выглядит, но вы можете заметить, что это условно 20 строчек кода, и у меня все картинки сжимаются на автомате. Так что 5 минут документации, и вам не надо будет думать о том, чтобы сжимать все вручную. Пункт пятый. Лейзи лоудинг. Если у вас есть картинки на сайте, которые пользователь сразу же не видит, либо которые не так уж сильно важны, то можно им поставить атрибут лоудинг лейзи. Давайте посмотрим наглядный пример. Вот у меня есть сайт, и давайте я его сейчас загружу. Я вот открою его специально в новой вкладке, нажал. У меня страница отобразилась моментально. Ну а картинки, когда они там скачались, тогда отобразились. Если бы у меня не было данного атрибута, то теперь, если я попробую перейти на данный сайт, сначала у меня все эти картинки скачаются, а только когда они будут готовы, у меня отобразится сайт. Вот вы видели, что чтобы попасть на данный сайт, я должен был подождать, ну, примерно секунды-две. Вы можете сказать, что это немного, всего лишь 2 секунды, но у нас 2 секунды заняло просто скачивание картинок, поэтому 2 секунды мы здесь потратили, еще там JavaScript должен скачаться, еще что-нибудь, и вот наш сайт будет открываться уже 5 секунд. Ну а если сайт не открывается моментально, обычно пользователи с него уходят. Поэтому, добавив небольшой атрибут, вы можете неплохо так увеличить скорость загрузки вашего сайта. Пункт 7. Библиотека Книп. Есть такая замечательная библиотека, называется Книп, она пока не сильно популярна, но я однажды ее встретил, она мне очень понравилась. Идея этой библиотеки в том, что она может пробежаться по всему вашему проекту и найти неиспользуемый код. Эта библиотека способна находить неиспользуемые функции, какие-то переменные, ename, также неиспользуемые файлы целиком. Она в целом достаточно простенько настраивается, скачивается в ваш репозиторий, далее пишите совсем простенький конфиг, он выглядит примерно так. Путь до какого-то корневого файла и на какие файлы обращать внимание. Эту библиотеку можно по-разному конфигурировать, можно настроить игнорируемые файлы и так далее. В данном случае у меня есть небольшой проект на React, и у меня есть вот эта библиотека, которую я сюда подключил. То есть мой конфиг выглядит примерно так. Я хочу следить за всеми JS и JSX файлами, ну а начинать я хочу с src main, то есть мой основной файл. Эта библиотека достаточно просто запускается, npm run.knip. И собственно пару секунд, да, только мне надо перейти в мой репозиторий с React, npm run.knip запускается, и мы видим, что у меня есть два неиспользуемых файла. И также у меня есть какая-то функция, которая находится вот в этом файле, и которая точно так же не используется. Ну и собственно зайдем в этот файлик, видим, что да, действительно есть какая-то функция. Давайте посмотрим, она нигде не используется. Поэтому, используя данную библиотеку, вы можете отфильтровать какой-то ненужный код в вашей кодовой базе. Пункт 8. Не используйте сложные тени. Если вы хоть раз встречались вот с таким вариантом теней, который состоит из нескольких значений, у меня, кстати, на проекте есть такой как раз вариантик, то следует понимать, что браузеру может быть сложно обработать такую тень. Попробуйте договориться с дизайнером, возможно он сможет ее упростить. Идея в том, что если у вас есть на странице несколько элементов, а у меня всего лишь тысяча, и если у них есть вот такая сложная тень, то браузеру будет сложно ее отрисовать на каких-то слабеньких устройствах. Давайте в этом убедимся. Собственно, компонент с тенями у меня есть, я его подключаю, и давайте посмотрим. У меня есть вот такое простенькое приложение, собственно здесь просто тысяча квадратиков с зеленой тенью. Я начинаю скроллить, и мы видим, что все хорошо, они не моргают, и все хорошо отображается. Ну, дело в том, что у меня просто хороший компьютер, и если я замедлю свой процессор в 20 раз, и начну точно так же скроллить, то мы видим, что у меня на секунду пропадают элементы. Дело в том, что браузеры сложно просто их просчитать, все эти тени, поэтому начинаются проблемы. Ну и скорее всего у вас сайт вряд ли будет состоять только из тысячи квадратиков. Я точно уверен, что там есть еще какая-то верст. Поэтому пользователи, которые будут сидеть со слабеньких устройств, скорее всего будут страдать. Я забыл, какой там пункт, но не пишите логику внутри сорт. Если мы посмотрим на самую простенькую функцию сортировки, все, что она делает, это пытается отсортировать наши элементы по дате. Но дело в том, что она к дате элемент приводит внутри метода сорт. И такой вариант будет сильно страдать по производительности, особенно если у вас будет очень много элементов. Любая сортировка в большинстве случаев может проходить по одному элементу несколько раз. Поэтому переконвертирование в дату для одного элемента может быть вызвано несколько раз. Лучшим решением здесь будет заранее пробежаться по этому массиву, переконвертировать данные в тот вариант, который нам нужен, а только потом сортировать его. Таким образом мы можем очень сильно выиграть по производительности. И давайте посмотрим. У меня массив из 100 тысяч элементов, но тут можно и поменьше сделать. Я уже заранее провел тесты, мы видим, что вариант, когда я использую мэп, а только потом сорт, выигрывает по производительности. Следующий пункт. Один цикл выгодней. Я думаю, что вы очень часто встречались вот с такой записью, где у нас есть какой-то массив. Мы его сначала фильтруем, потом находим какой-то нужный элемент. В целом тут может быть абсолютно любая логика. Здесь мы можем использовать какой-нибудь мэп, чтобы переконвертировать данные через какую-нибудь нашу функцию. В общем, любой вариант. Но стоит понимать, что здесь мы делаем три разных цикла. Давайте вернемся к тому варианту, где циклов было всего лишь два. Стоит понимать, что здесь по одному и тому же массиву мы проходимся два раза. И это точно так же будет влиять на производительность. Данный код мы всегда можем переписать на один цикл, но он будет не такой, конечно же, красивый. В идеале все это можно дело вынести в какую-то отдельную функцию, как-нибудь красиво ее назвать. Но финальный код будет выглядеть вот таким вот образом. Но разумеется, если у вас в массиве 5 или 10 элементов, такое делать не стоит. Это очень сильно повлияет на читаемость кода. Но если у вас там будет много элементов, то вы очень сильно можете оптимизировать свое приложение. Давайте посмотрим пример. Всего лишь 10 тысяч элементов. Опять же, провел бенчмарк и вот настолько разный получился результат. Поэтому в следующий раз подумайте, что важнее читаемость или производительность. Пункт следующий. Помните про for in. Проблема здесь примерно как в прошлом варианте. Но только теперь у нас вместо массива какой-то объект с какими-то данными. Чтобы пробежаться по этому объекту, обычно этот объект конвертируют в массив и потом бегут по нему при помощи мэпа. Но ведь у нас есть прекрасный цикл for in, который позволяет нам сделать все то же самое, но только не конвертировать это в массив. Ведь конвертирование в массив это аналогично тому, что вы один раз пробежите по циклу, а потом при помощи мэпа вы еще раз бежите по этому циклу. В варианте через цикл for мы бежим по массиву всего лишь один раз. И такой вариант будет выигрывать в производительности. Опять же, подвел итоги заранее, и вот такие результаты мы получаем всего лишь для 10 тысяч элементов. Поэтому если у вас немного элементов, то проще, конечно, сделать вот так для читаемости. Ну а если элементов много, то используйте цикл for. Ну и тут, кстати, есть очень важный момент, ведь когда вы пишете код, вы невольно допускаете ошибки, которые можете просто-напросто не видеть. И если вы искали себе ментора, который сможет ваши эти ошибки отлавливать, то я нашел для вас интересный сервис, который называется Prax. Здесь вы пишете реальный код, у вас есть дедлайны, у вас есть ревью вашего кода. Также и вы будете ревьюить. Вы также исправляете легаси-код, который был написан. У ребят есть свой дискорд-канал, где вы можете задавать любые интересующие вас вопросы. Здесь достаточно большой комьюнити, как вы видите, вот я прямо сейчас его скроллю, люди не окончаются. Вам по-любому кто-нибудь ответит на него. По итогу в резюме у вас будет несколько реальных проектов, которые вы можете показать на собеседовании, ну а также они частенько проводят стримы, где проходит ревью кода, где обсуждаются ваши резюме, где в целом проводятся собеседования и делятся опытом. Все это дело разбито на спринты, а первый вы можете попробовать совершенно бесплатно влиться в комьюнити, посмотреть, понравятся вам или нет. В общем, если заинтересовал, то держите QR-код, ссылочка в описании, ну и можете написать в дискорде, что вы пришли от меня, я вам поставлю сердечко. Совет следующий. Используйте легковесные библиотеки. Да, в целом совет очевидный, но как искать эти библиотеки? В большинстве случаев я делаю это через чат GPT. Можно сюда зайти, скинуть ваш пэк и JSON-конфиг и написать, есть ли альтернативы у каких-то из этих библиотек. В большинстве случаев мы можем получить действительно хороший список альтернатив. Ну, например, есть библиотека UUID, и у нее в качестве альтернативы NanoID. И если мы посмотрим на размер нашего пакета, ну да, это не сжатый размер, но все равно кое-как на него мы можем ориентироваться. Здесь мы получаем 10 килобайт на вот этой библиотеке NanoID. А библиотеку UUID, которую очень часто используют, она весит уже 168. То есть мы можем с вами получить небольшой прирост, просто используя другую библиотеку. Но стоит помнить, что это опять же не сжатый размер. По итогу вы можете использовать малую часть от этой библиотеки, поэтому перед тем, как использовать, надо будет все-таки скачать библиотеку и посмотреть, сколько места она у вас будет занимать. Но все же чат GPT говорит, что она весит меньше. Но если мы зайдем в эту библиотеку, мы можем увидеть, что она весит всего лишь 116 байт. Поэтому не бойтесь обращаться к чату GPT, чтобы найти альтернативы для текущих библиотек. Ну, потому что на эту библиотеку перейти минуты две займет, а вы получите небольшой прирост по производительности. Совет следующий. Если вы вешаете какие-то события, то, пожалуйста, не забывайте от них отписываться. Никто за вас от них не отпишется. Давайте посмотрим на суперпростой пример. У меня тут есть счетчик, и пока он не достиг трех, мы рисуем какой-то компонент. Здесь, в этом компоненте, мы подписываемся на событие Resize, и когда оно происходит, мы вешаем сюда какую-то функцию. Что-то она там делает. И самое важное, что она вводит в консоль наши данные. Здесь я не отписался от этого события. Вот он у меня данный компонент. Он просто вводит название канала и циферку. И если мы сейчас попробуем сделать Resize, то в консоль лог отображается. Если этот компонент скроется, то консоль логи все еще будут продолжаться, потому что обработчик все еще висит. Поэтому не забывайте про Remove Event Listener. В данном случае в реакте это исправляется очень просто. Ну, не знаю, вдруг вы об этом не знали, но пишется это примерно вот так. И в целом это все, что вам надо было сделать. Давайте посмотрим. Раз, два, три. И все. Никаких событий не происходит. Вы прекрасны. Совет следующий. Не забывайте про Lighthouse. Есть такая вкладочка специальная в Chrome DevTools. Называется Lighthouse. Ее можно применить только если ваш сайт не на локал хосте. Ну, например, вот Хаббар. Давайте посмотрим, насколько хорошо он был сделан. Если у вас нет этой вкладочки, то, вероятно, она у вас будет скрываться вот тут. В More Tools. Собственно, поищите ее. И здесь все, что нужно нажать, это вот эту данную кнопку. Она проанализирует этот сайт и скажет, что здесь можно улучшить. Анализ был в целом достаточно долгий. Мы видим следующие результаты. И здесь мы можем детально поизучать, почему мы получили красные отметки. Собственно, здесь мы можем найти информацию о том, что у нас есть какой-то неиспользуемый CSS. Что у нас есть какие-то слишком жирные картинки. Что у нас есть какой-то JavaScript неиспользуемый. В общем, даже на таком большом сайте есть какие-то проблемы. Поэтому не забывайте про эту вкладочку и иногда анализируйте ваш сайт. Следующий совет. Link preload. Когда вы загружаете какие-нибудь файлики, например, CSS, JS, либо же шрифты, вы тегу link можете указать специальный атрибут, который называется preload. Смысл этого атрибута в том, что мы браузеру говорим, что нам этот файлик сейчас понадобится, поэтому скачай его как можно быстрее. Если вы знаете, что вам этот файлик понадобится, но не сейчас, вы точно так же можете скачать его в фоновом режиме, но установив другой атрибут, который называется prefetch. Тот же самый атрибут rel, только теперь мы preload меняем на prefetch и получаем тот же самый результат, только с более низким приоритетом. Здесь есть очень хорошая статья, которая описывает, как с этим атрибутом работать. Ссылочку я оставлю в комментариях. Поэтому, если вы знаете, что вы сейчас какой-то ресурс будете использовать, то вы можете его заранее предзагрузить. Пункт следующий, async defer. Данный пункт очень сильно похож на предыдущий, но теперь касается тега скрипт. Здесь я скачиваю обычный javascript файлик, но проблема в том, что сейчас это будет блокировать отрисовку мне страницы. Если это будет достаточно большой javascript файлик, то отображение страницы заблокируется на какое-то время. Вот я перехожу, ничего не происходит, я не могу попасть на сайт. И вот, теперь сайт загрузился, все хорошо. Тут мы можем подсказать браузеру, что при помощи атрибута async либо defer мы можем не останавливать блокировку сайта. Разницу между этими атрибутами проще показать на картинке. Вот у нас есть обычный тег скрипт, у которого нет никаких атрибутов. Он пытается прочитать наш html, потом появляется вот этот тег скрипт. Мы начинаем его скачивать, потом выполнять, и только потом продолжает выполняться наш html файлик. Если мы добавляем атрибут async, мы говорим браузеру, что пока файл скачивается, продолжай выполнять html. Собственно, здесь браузер так и делает. Он выполняет html файлик ровно до того момента, пока не скачался наш скрипт. Как только он скачался, мы его выполняем, а только потом продолжаем разбирать наш html файлик. Но есть атрибут defer, который говорит о том, что как только браузер закончил разбирать html, только тогда запускай скачанный javascript. В большинстве случаев именно этот атрибут и используется, для того, чтобы просто не блокировать отрисовку приложения. И давайте посмотрим, как наш сайт будет теперь работать. Я добавил данный атрибут, давайте заново перейду на этот сайт. Он сразу же загрузился, потом скачался скрипт, выполнился, и все отлично. Поэтому не забывайте про данный атрибут. Следующий пункт, debounce и throttle. Если у вас есть события на сайте, которые очень часто срабатывают, например, пользователь что-то пишет в поле ввода, либо изменяет размер страниц. Вот я чуть-чуть поменял размер страницы, и у меня функция, которая тут висела, вызвалась 140 раз. И чтобы это исправить, есть две простенькие функции, debounce и throttle. Они позволяют заморозить вызов вашей вот этой функции. Эти библиотеки реализованы много где. Вы даже можете это реализовать самостоятельно. Иногда, кстати, на собеседованиях просят это реализовать. Но если вы не хотите заморачиваться, то в npm есть библиотека, которая так и называется, throttle debounce. Либо если у вас есть лодаж, то там есть эта функция, которая так и называется, throttle. Ну и разумеется, есть такая же только для debounce. Пользоваться этими функциями супер просто. Вот у меня есть событие resize, когда я изменяю размер окна. И каждый раз, когда происходит это событие, вызывается эта функция. Если я оберну эту функцию в функцию throttle, и при такой реализации мы теперь будем вызывать эту функцию, когда пройдет 1 секунда. То есть если мое событие сработает миллион раз, то я вызову его всего лишь 1 раз спустя 1 секунду. Давайте посмотрим, как это будет работать. Вот я вызываю мое событие кучу раз. Мы видим, что оно у меня вызывается раз в секунду. Вот за все время, что я листаю, оно вызвалось всего лишь 6 раз. И есть аналогичная функция, которая называется debounce. Используется она примерно точно так же, только работает она чуть-чуть по-другому. Она ждет 1 секунду, когда это событие перестало вызываться. И только тогда вызовет мою функцию. Что я имею в виду? То есть пока мое событие вызывается, ничего не происходит. У меня эта функция не вызывается. Но я закончил вызывать мои события. Прошла секунда, и только тогда вызвалась моя функция. Очень часто функцию debounce используют, когда вы пишете что-нибудь в поле ввода. Ну и, например, пользователь написал там свой никнейм. Он его достаточно быстро напечатал. И чтобы мы каждый раз не ходили на сервер и не проверяли, а не занят ли этот никнейм, мы можем повесить функцию debounce. Пользователь закончил печатать. Прошло полсекунды, мы сходили на сервер. А так, если бы мы не повесили эту функцию, мы бы ходили на сервер каждый раз, когда пользователь нажимает клавишу на клавиатуре. Следующий пункт. Виртуализация. Если у вас есть какой-то большой список, в моем случае это был вот этот вот компонент, который рисует тысячу квадратиков с тенюшечками, то все эти тысячу квадратиков попадают к вам в дом дерева. В целом это очень сильно нагружает систему, поэтому, чтобы облегчить ее жизнь, можно использовать разные библиотеки для виртуализации. Вот у меня здесь список из тысячи элементов. И давайте посмотрим, как все это дело выглядит в дом дерева. Мы видим с вами, что это всего лишь, ну условно там 10 div. Все дело в том, что виртуализация работает таким образом, что она отображает только часть элементов. Как только вы проскроллили, она предыдущие элементы удалит, а новые подгрузит. Виртуализация есть везде, но одна из самых популярных библиотек это React Virtualized. Она в целом очень простенько подключается, есть также вариант для таблиц. Вот опять же у нас есть таблица, состоит из тысячи элементов. И если мы зайдем в HTML разметку, то мы увидим, что тут всего лишь, ну примерно 20 div. Ну количество вы уже можете там сами настраивать. Но у виртуализации есть свои ограничения, о которых стоит помнить. Во-первых, из-за того, что у нас удаляются HTML элементы, то у вас не будет работать стандартный поиск. Для каких-то приложений это может быть важно. Ну например, вот у меня есть какой-то текстик. Я проскроллил, у меня этот div исчез из дома дерева. Я пытаюсь найти, у меня этого текста нет. Поэтому, используя виртуализацию, вам придется прикручивать собственный поиск. Это первое ограничение. Ну а второе касается размеров. Ведь в большинстве случаев размеры ваших элементов должны быть фиксированы. Библиотека позволяет вам высчитывать как-то размеры динамически, но они у вас должны меняться как можно реже. Иначе виртуализация будет очень плохо работать, потому что она просто запоминает размер ваших элементов, ну и просто складывает все эти высоты. Здесь мы можем посмотреть, что итоговая высота у нас 40 тысяч. И если все элементы будут одинакового размера, то все будет хорошо. Они в эти 40 тысяч уместятся. Но если какие-то элементы меняют свои размеры, то разумеется, где-то в конце списка пару элементов выйдут за границы нашего контейнера. Об этом стоит помнить. Пункт следующий. Оптимизируйте сеть. На самом деле пункт весьма спорный, потому что вряд ли вы сможете уговорить на это своих бэкэндеров. Но если у вас есть какие-то редкие запросы, которые присылают вам огромное количество информации, ну например там массив с 10 тысячами объектов, вы можете попросить своих бэкэндеров сделать так, чтобы они вам присылали двухбуквенные названия. Когда нам придет запрос с такими данными, мы сможем их обратно переконвертировать в нормальные читаемые названия. Ну а нагрузка на сеть снизится, потому что наш объект, ну, тупо будет меньше по размерам. Ну опять же, актуально не для всех, потому что вряд ли вы гоняете слишком большие данные по сети. Пункт следующий. Message Pack. Пункт очень сильно похож на предыдущий, ведь если вы гоняете огромное количество данных по сети, то возможно вам вообще подойдет бинарный формат данных. Есть такая штука как Message Pack, она реализована в многих языках. Вы можете найти здесь пример, как это будет выглядеть для вашего языка. Собственно, вместо того, чтобы перекидываться обычными JSON-чиками, вы можете перекидываться бинарными данными. Мы можем посмотреть, как Message Pack конвертирует ваш объект, и можем увидеть, что ранее у нас объект составлял 27 байтов, а на выходе будет 18. Да, вам надо будет переконвертировать объект в бинарный формат, а когда эти данные вам от сервера придут, вам наоборот надо будет с бинарного формата переконвертировать в обычный объект. Все это уже в этой библиотеке реализовано. Также у них есть кнопочка Try. Сюда нажимаете, вставляете свой объект, и можете посмотреть, сколько вы сэкономите памяти, если вы так сделаете. В целом, тут есть очень большая проблема, что придется заставить ваших бэкэндеров чуть-чуть пописать код. Лицо бэкэндера представили, когда к нему фронтендер приходит с очередной новой идеей. Но, к счастью, тут уже есть готовые примеры для всех языков. Тыкайте сюда, например, на C++, это условно там 10 строчек кода. Если у вас бэкэнд на Апитоне, то это точно так же парочку строк. Есть примерчик, импортим. Далее пакуем наш объект и распаковываем. Ну, собственно, все очень просто. У нас на фронтенде JavaScript тыкаем, скачиваем библиотечку. Точно так же есть какой-то объект. Мы его сериализуем и десериализуем. Собственно, пользоваться этой библиотекой супер просто. Но, разумеется, надо посмотреть, а действительно ли она принесет вам какую-то пользу. Потому что данных вы отправите по сети меньше, но потратите время на то, чтобы расшифровать эти данные, которые вам придут. Совет следующий. Все тяжелое. Воркеры. Если вы хоть раз слышали о том, что такое веб-воркер, я думаю, что вы поняли идею. Смысл в том, что если у вас есть какая-то сложная задача с какими-то сложными расчетами, то вместо того, чтобы выполнять это в основном потоке JavaScript, мы можем вынести это в дополнительный. И, собственно, как только в дополнительном потоке все эти расчеты завершились, вы получите результат, при этом не блокируя основной поток. Но нужно помнить о том, что воркеры стоит использовать без фанатизма. Если у вас массив на 10 тысяч элементов, вам, скорее всего, он не нужен. В большинстве случаев он подходит для каких-то сложных расчетов. И давайте посмотрим на мои сложные расчеты. Воркер выглядит следующим образом. Это обычный JavaScript файлик. Он принимает какое-то число и умножает его на 2. Здесь я имитирую какую-то задержку, что-то такое. И потом воркер возвращает результат. Вот мои сложные расчеты. Пожалуйста, так не делайте. Но для простоты у меня будут вот такие вот расчеты. Работа с воркером выглядит примерно следующим образом. Не пугайтесь, здесь очень много реактовского кода. Но по факту нам тут нужно всего лишь 4 строчки кода. Первое. Когда наш компонент создается, мы, собственно, инициализируем наш воркер. Как только компонент будет размонтирован, нам, значит, этот воркер не нужен. Весь результат, который он там внутри себя рассчитывает, мы уже его игнорируем. И просто отписываемся от нашего воркера. Как только нам придет какое-то сообщение от воркера, мы его запихнем в какую-то переменную. Потом будем ей пользоваться. И как только наш воркер будет создан, мы его точно так же запихнем в отдельную переменную. Потому что этой переменной мы захотим воспользоваться чуть попозже. А попозже, это когда мы в поле ввода написали какое-то число. И мы при помощи этой переменной отправляем это число в сам воркер. То есть примерно следующая схема. У нас есть поле ввода. Мы что-то написали. Нажали Calculate. То есть мы отправили наше значение в воркер. Он там это дело у себя все посчитал. И вернул нам назад результат. Из-за задержки, которая там стоит в виде сет таймаута, результат был выдан не сразу. Но собственно, если у вас есть какие-то сложные операции, то можно выносить их в воркер. И не блокировать работу вашего основного потока. Пункт следующий. Оптимистик апдейт. Этот пункт не касается каких-то оптимизаций или еще чего-то. Здесь он больше направлен на то, чтобы показать пользователю результат мгновенно. Не дожидаться ответа от сервера. Да, здесь вы никак не оптимизируете ваше приложение, но вы позволяете пользователю быстрее увидеть то, что он хочет. Например, у меня есть вот такой список. Нажимая на кнопку, я моментально показываю новый элемент. Хотя у меня идет еще запрос к серверу. Логика работы здесь максимально простая. У меня есть массив элементов, по которому я бегаю. И отрисовываю вот этот вот списочек. Как только я нажимаю на кнопку, я в этот массив добавляю еще один элемент. И только потом я делаю запрос к серверу. Я не дожидаюсь, пока мне сервер вернет какой-то результат. Я добавляю элемент прям моментально. Если у вас какой-то сложный элемент, понятное дело, что у меня всего лишь здесь элемент ли. Но если у вас какой-то сложный элемент, вы можете реализовать какую-то часть функционала. И если по какой-то причине мне сервер вернет ошибку, то я откачу все те изменения, которые я делал, к изначальному состоянию. Такой техникой очень часто пользуются, когда делают какие-нибудь чатики, например. То есть, когда вы написали какое-то сообщение, нажали «Отправить», у вас это сообщение моментально появилось в чате. Хотя на самом деле, когда вы нажали кнопку «Отправить», сначала происходит запрос на сервер. Сервер там у себя это сообщение в базе данных сохраняет, и только потом говорит «Окей, сообщение сохранено». Но это может занять какое-то время. Например, если у вас медленный интернет, то вы свое сообщение, может, не сразу увидите. А при такой технике вы свое сообщение видите моментально. Поэтому не забывайте про эту технику. Следующий пункт – ленивая загрузка. Мы уже с вами обсуждали, что можно загружать ленивым образом какие-то картинки, чтобы не блокировать ваш сайт. Но таким же образом можно загружать и джаваскриптовые файлики. Например, в том же реакции у нас уже есть готовая функция, которая называется «Lazy». Но если вы используете какую-то другую библиотеку и фреймворк, то поищите, скорее всего, у вас есть аналогичный механизм. Идея этого механизма в том, что компонент мы загружаем не сразу, а когда он понадобится. Ну, например, в моем случае. Мне нужен компонент «My Component», только когда у меня аккаунт дойдет до трех. Если мы сейчас запустим мой проект и зайдем в панель «Network», мы видим, что «My Component» скачивается прям сразу. Хотя мне он еще не нужен, я еще не долистал до трех. Но благодаря технике ленивой загрузки мы можем подсказать реакту, чтобы он не скачивал этот файлик заранее. Делается это тоже очень просто. Вместо такого импорта мы говорим, что мне нужно использовать функцию «Lazy». Сюда я передаю путь до моего файлика. Ну, а далее мой компонент я должен буду обернуть в другой компонент, который называется «Suspense». Сюда я могу передать какую-то заглушку, что будет отображаться, пока мой компонент грузится. И написав всего пару строчек кода, мы заметно облегчили наше приложение. Если мы сейчас посмотрим, «My Component» нигде не скачивается. Но как только аккаунт у меня дойдет до трех, точнее до четырех, начнет подгружаться нужный мне компонент. Таким образом, изначально мы его не скачиваем, а когда понадобился, тогда и скачаем. Весь этот репозиторий я выгружу на GitHub, ссылочку оставлю в описании. И также там будет Redmi файлик, где, собственно, перечислены все те пункты, которые я сегодня назвал. Вы можете к нему возвращаться и просто как напоминание у себя ставить, что надо сделать, чтобы ваше приложение было получше. На этом у меня все. Не забывайте про сервис Preax, где можно получить бесплатный опыт. Ссылочка тоже будет в описании. Ну и если вы досмотрели до этого момента и знаете еще какие-нибудь техники, как можно оптимизировать приложение, то, пожалуйста, пишите об этом в комментариях. Только, пожалуйста, не пишите о том, что есть серверный рендеринг, SSG компоненты и прочее. Здесь я рассказывал только о том, что можно внедрить здесь и сейчас и получить результат прям максимально быстро. Поэтому, если вы знаете какие-нибудь техники, которые можно очень быстро внедрить, то, пожалуйста, поделитесь. Мне и также остальным будет интересно почитать. Ну, а на этом, я думаю, что мы можем закончить. Все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok